Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Вопрос достаточно такой короткий, достаточно простой в плане построения. Я бы даже сказал, что такие вопросы часто появляются в запросах. То есть по типу, как полюбить себя, как повысить самооценку и так далее. То есть когда видишь подобные вопросы без какого-то уточнения, без какого-то, без индивидуального окраса, когда видишь подобные вопросы, всегда хочется спросить, почему вам просто не направить свой вопрос в поисковик? Так вы, в принципе, достаточно легко могли бы найти информацию по этому вопросу. Но раз уж вы задаете его здесь, и раз уж я отвечаю, то я постараюсь сделать это подробно, настолько, насколько позволяет информация о вас. В первую очередь, нужно сказать, что у всех все индивидуально, и ваша аэрофобия индивидуальна, и выполняет она свою, я бы сказал, уникальную функцию, вот, уникальную задачу, которую, на мой взгляд, нужно выявить, да, которую, на мой взгляд, нужно, ну, выяснить, то есть, какую функцию выполняет ваша аэрофобия. Значит, скажу в общих чертах, что страх самолетов, страх летать. Все, первое, с потерей контроля. Человек боится потерять контроль. Вот. И, соответственно, вопрос, это вашего отношения к контролю. То есть, как много в вашей жизни стремления все контролировать, как много в вашей жизни спонтанности, как много в вашей жизни умения отдаваться, умения жить и проживать свои чувства. Вот. Это первый момент. Первый аспект. Второй аспект, это экзистенциальные страхи. Страх смерти, страх умереть и так далее. Как правило, подобные вещи возникают, когда у человека несколько пустая жизнь, несколько незаполненная, когда у человека есть где-то вот может быть в глубине души, чувствуя, что он живет зря. или не получает особого наслаждения от своей жизни. недостаточно эмоционально, да, недостаточно чувственно человек живет, а как бы своей парадигура. Вот. Поэтому здесь нужно работать с экзистенциальным кризисом. вот. Следующее, это тревога, страх, связано с с экзистенциальным кризисом. Как правило. И человек, в принципе, боясь чего-то. Сам же этого может хотеть, вот. Как некую такую разрядку своей проблемы. Вот. понимаете, да? Соответственно. 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 Смотреть здесь нужно на то, где человек может где человек склонен подавлять некоторую свою злость, некоторую свою агрессию. Причем это не нужно понимать буквально. То есть, агрессия это не физическая агрессия. И не какие-то крики, там, ругань, оскорбления. то, что принято называть агрессией на таком бытовом уровне. В психологическом контексте агрессия это более тонкая история, которая представляет из себя, как правило, защиту личных границ. в адекватной форме. То есть, это именно что адекватное отстаивание и защита своих границ личных. Я бы сказал. поэтому, когда человек это сдерживает, у него остается не выраженная энергия, которая может обращаться против самого себя. вот такие примерные векторы направления по данной тематике. Естественно, есть индивидуальный аспект, когда фобия имеет свое собственное значение для человека. И в этом случае нужно уже детально разбирать именно жизнь человека Каперри и испытывает данную проблематику, вот. Примерно так, я бы ответил, я бы не сказал, что вообще конструктивно ставить задачей именно избавление, хотя чисто внешне и на первый взгляд кажется, что, возможно, это адекватное и логичное решение, потому что аэрофобия может мешать, вот. Но бояться в какой-то степени уменьшения контроля, когда происходит, испытывать, не испытывать спокойствие в подобных ситуациях, это мне кажется нормальным, поэтому избавляться от аэрофобии не нужно, не нужно, если это только не носят совсем экстремальных форм. Но, конечно, имеет смысл ее как-то вот несколько снизить, снизить, снизить интенсивность, вот, снизить, снизить влияние на человека. И я бы спросил вот что, вот, когда вы, например, в данном случае автор вопроса, оно, в принципе, это может касаться любого человека, который испытывает подобное. Вот когда вы летите на самолете, или когда вы еще не летите, ну, вот, направляетесь на самолет, да? Отдаёте ли вы себе отчет, вообще-то говоря, зачем это делаете? Ну вот вам, вам надо, не знаю, куда-то лететь, к примеру, да? Вам нужно куда-то вот полететь. А для чего? То есть, вот, на сколько вы вообще выбираете полет? Да, как бы. То есть, я бы вот, пожалуй, на эти моменты обратил бы внимание. То есть, ну, если вот вы выбираете полет, да, то насколько вы осознанно, скажем так, это делаете. Насколько осознанно вы выбираете полет? Являются ли полеты вашим выбором? Вот. Наполнены ли полеты для вас смыслом? Вот. тем смыслом, который вот, ну, только ваш. Есть ли смысл у этих полетов для вас? Вот это я бы хотел, чтобы вы для себя как-то обдумали. Потому что если, если вам полет не кажется чем-то, ну, важным, может быть, необходимым вам, лично вам, то здесь могут быть серьезная проблематика. Потому что, извините, не осознавая того, для чего вы это, например, делаете, не испытывая чувство важности именно вас, именно полета, да, ну, вполне естественно и логично, как мне кажется, вы будете бояться. Знаете, тут ведь когда ребёнок, ребёнок идёт к врачу, у него берут кровь. Он боится. Он боится не только боли и не столько боли. И не потому он боится боли, а потому что он не видит смысла для себя в этом. Он не понимает, зачем ему это нужно. И напротив, человек, который, будучи взрослым, уже соглашается на операции какие-то и так далее, он тоже боится. Да. Но это нормальный страх. Опять же повторюсь, уколы и вот какие-то анализы, это не то место, где мы испытываем спокойствие. Мне кажется, что это вообще не то место, где мы должны испытывать спокойствие. Вот. Поэтому, мне кажется, что это то, о чём бы я предложил бы вам подумать, как о важном для себя, как о имеющем большое значение. Не в рамках избавления от аэрофобии, а в рамках обновления, улучшения, принципиального улучшения качества вашей жизни, которая вот сейчас, очевидно, ну, несколько снизилась. Но, как мне кажется, что... Вот, например, аэрофобия, это на первый взгляд кажется что-то что-то мешающее, но, обратите внимание, что именно она, аэрофобия, поспособствовала тому, что вы обратились к нам, то есть именно аэрофобия, поспособствовала тому, что вы задали вопрос. Вот. Если бы не она, если бы не аэрофобия, то вы бы не задали этот вопрос. Понимаете, какая штука. А так, получается, что вы смогли, таким образом, уделить себе, эм, себе внимание, уделить себе, эм, время, уделить себе немножечко вашей энергии. Пока еще вы это делаете, может быть, не особенно, но вы уже сейчас, вы уже сейчас, эм, позволяете, ну, вы уже сейчас это делаете. Вспомните это чувство, когда вы решили обратиться на, обратиться на, ну, вот, решили обратиться к нам, на, на сайт. Вы вспомните, вспомните этот момент, этот момент. Я думаю, что вы, эм, увидите, вы увидите, некое хорошее чувство для себя в этом. Вот, с этого я бы припочел бы начать. А дальше уже, следовало, вот, как раз, эм, по, эм, тому пути, эм, которые вы сами будете находить. Вот как-то так. На этом все. Эм, я надеюсь, эм, что, вам это было полезно, надеюсь, что, вам это было интересно. Эм, надеюсь, что, вы, дадите, обратную связь, по моему ответу, это, позволит вам начать, работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok